Легкий взмах руками и обычный веер превращается в изящный танцевальный атрибут. Илона Юн Кореянка родилась и выросла в Крыму, но знает все традиции своего народа. Когда мы еще были маленькие, мы тоже танцевали с веерами, ну не с веерами, а с цветами. Вот сейчас, когда я танцую с веерами, мне вообще очень тяжело с ними танцовать, потому что они иногда такие тяжелые бывают. Салаль – корейский Новый год. Семейный праздник. В этот день принято ездить к родителям в национальном костюме ханбок. Старшее поколение одаривает детей деньгами. В корейской культуре для каждого пола и возраста есть свой определенный поклон. Какой поклон подходит мне? Ну, вы девушка молоденькая, поэтому вам подойдет современный молодежь поклон. Давайте попробуем. Давайте. Пойдем на руки. У крымских корейцев свои обычаи. Уже 22 года они отмечают салаль всей общиной. Утром гостят у родителей, а вечером собираются вместе и с национальными танцами и песнями встречают первый день восточного календаря. Мы стараемся наш Новый год по лунному календарю отмечать как шиком, красиво, чтобы было все у нас на столе, чтобы мы не хотим потерять хотя бы немножко свои традиции национальные, чтобы наши дети, внуки наши, пусть что-то хоть останется. Сейчас на полуострове живет 3000 корейцев. Большинство из них считает Крым своей родиной. Как я всегда привык говорить, мы же русские корейцы. Мы живем здесь, конечно, мы празднуем все эти праздники, которые у нас присущи здесь. Каждый человек ожидает что-то приятного в новом году. Каждый человек хочет, чтобы поправилось здоровье, улучшилось финансовое положение. Поэтому Новый год он всегда праздник, что 31 декабря, что 25 января. Праздник Салаль собрал под одной крышей не только этнических корейцев. Поздравить диаспору с Новым годом пришли представители эстонской, азербайджанской и армянской автономии. Ведь в Новый год не важно, сколько презентов ты получишь. Самое главное – подарить друг другу внимание. Дарья Шарипова, Влад Мошек. Утронового дня.